Привет! Это Диана, и мы продолжаем рубрику «Стихи русских поэтов». В прошлый раз мы с вами читали стихотворение Пушкина «Я вас любил». И, наверное, многие из вас знают, что Пушкин прожил очень недолгую жизнь. Он погиб на дуэли, когда ему было 37 лет. Убийцей Пушкина стал французский монархист, офицер-кавалергард Жорж Дантес. А причиной дуэли были ухаживания Дантеса за молодой женой Пушкина. Наталья Гончарова была первой красавицей Петербурга. И многие завидовали великому поэту. Смерть Пушкина стала шокирующим известием для всего Петербурга. До сих пор об этой злосчастной дуэли снимают фильмы, пишут книги, картины. И, наверное, каждый человек, кто знаком с творчеством Пушкина, хотя бы раз задумывался, а сколько еще великих произведений он мог написать. С особенной болью эту новость воспринял другой молодой поэт, Михаил Юрьевич Лермонтов. Они с Пушкиным не были знакомы лично, но Лермонтов много раз видел его в Петербурге и восхищался великим поэтом. В день смерти Пушкина по всему Петербургу разошлись стихи. Эти стихи переписывались десятками тысяч. Люди учили их наизусть, рассказывали друг другу. Эти стихи были посвящены смерти Пушкина. Когда эти стихи показали русскому императору Николаю Первому, он прочел их и сказал, «Да этот чего доброго заменит России Пушкина». А потом в наказание за столь смелые стихи он сначала арестовал Лермонтова, а потом отправил его в ссылку на Кавказ. Лермонтову было запрещено появляться в Петербурге. Но эти запрещенные стихи вошли в историю и стали литературным памятником двум поэтам Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову. И сегодня мы с вами прочтем эти стихи. Михаил Юрьевич Лермонтов. Смерть поэта. Погиб поэт. Невольник чести пала клеветаной молвой, свинцом в груди и жаждой мести, поникнув гордой головой. Не вынесла душа поэта позора мелочных обид. Восстал он против мнений света. Один, как прежде. И убит. Убит. К чему теперь рыданье, пустых похвал ненужный хор? И жалкий лепет оправдание. Судьбы свершился приговор. Не вы ли сперва так злобно гнали его свободный смелый дар? И для потехи раздували чуть затаившийся пожар. Что ж, веселитесь. Он мучений последних вынести не мог. Угас, как светоч, дивный гений. Увял торжественный венок. Его убийца хладнокровно навел удар. Спасения нет. Пустое сердце бьется ровно. В руке не дрогнул пистолет. И что за диво? Издалека, подобный сотням беглецов, на ловлю счастья и чинов заброшен к нам по воле рока. Смеясь, он дерзко презирал земли чужой язык и нравы. Не мог щадить он нашей славы. Не мог понять сей миг кровавый, на что он руку поднимал. И он убит, и взят могилой, как тот певец неведомый, но милый, добыча ревности глухой. Воспетый им с такой чудной силой, сраженный, как и он, безжалостной рукой. Зачем от милых нег и дружбы простодушной вступил он в этот свет завистливый и душный для сердца вольного и пламенных страстей? Зачем он руку дал клеветникам ничтожным? Зачем поверил он словам и ласкам ложным? Он, с юных лет, постигнувший людей. И прежний, сняв венок, а не венец терновый, увитый лаврами надели на него. Но иглы тайные сурово извели славное чело. Отравлены его последние мгновения коварным шепотом насмешливых невежд и умер он с напрасной жаждой мщени, с досадой тайной в обманутых надежд. Замолкли звуки чудных песен, не раздаваться надо. Приют певца угрюм и тесен, и на устах его печаль. А вы, надменные потомки известной подлостью прославленных отцов, пятою рабской упоправшей обломки игрою счастья обиженных родов. Вы, жадные, с толпой стоящие у трона, свободы гения и славы палачи, Таитесь вы под сенью закона. Пред вами суд и правда. Все молчит. Но есть и божий суд на перстнике разврата. Есть грозный суд, он ждет. Он недоступен звону злато, и мысли и дела он знает наперед. Когда напрасно вы прибегнете к злословию, оно вам не поможет вновь. И вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь. Сохранился автограф этого стихотворения. Вот он, написанный рукой Михаила Лермонтова. А через три года он тоже будет убит. И тоже на дуэли. Убийцей его стал оттовной майор Мартынов Николай Сламонович. Лермонтову тогда было только 26 лет. За такую короткую жизнь он создал величайшее произведение. Он стал классиком русской литературы. И если бы он не погиб, то кто знает. Может быть, если бы Лермонтов прожил дольше, он стал бы более великим поэтом, чем Пушкин. Но мы не узнаем этого. Теперь вы знакомы еще с одним гением русской литературы Михаилом Лермонтовым. И, конечно, мы продолжим читать стихи русских поэтов. Оставайтесь на канале. Подписывайтесь, если вам понравилось. Ставьте лайки. Это очень меня вдохновляет. Спасибо вам, что вы со мной. И до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok